С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Легковушкам красный свет. Зимник на Ринмарусинск могут открыть к концу недели и только для большегрузного транспорта. Об этом стало известно по итогам выездной проверки на временную трассу. В нашем эфире кадры с дороги жизни. Без справки на самоизоляцию. Прибывшие в регион граждане без соответствующих медицинских документов об отсутствии ковид и жители старше 65 лет, как и прежде, остаются дома. Осторожно! Промойна! В районе новых очистных сооружений в поселке Искатели образовалась полынья. Пока стационарные ограждения не установлены, необходимо соблюдать меры безопасности. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Зимник на Ринмарусинск могут открыть к концу недели, но только для большегрузного транспорта. Об этом сообщили заказчик и подрядчик объекта в ходе выездной проверки на временную трассу. Ввиду отсутствия снега, открыть зимник подрядчик не может, чтобы не нарушить земляной слой. Иначе машины просто сотрут тундру. Как сообщил журналистам Александр Рудаков, по результатам выезда будет принято решение о дополнительном испытании ледовых переправ. Если толщина льда позволит пропускать грузовой транспорт, то к концу недели планируется открыть движение по зимнику для большегрузов. Предварительно движение будет открыто только для грузового полноприводного транспорта. Это связано с тем, что мы не можем обеспечить на сегодняшний день, в связи с отсутствием снега в тундре, ровность покрытия, которое обеспечит безопасное движение легкового транспорта из Ринмара-Русинска. На данный момент работы на объекте выполнены на 70%. Ведется намораживание переправ, устройство, снеголедовых дамп, выравнивание земельного полотна. В этом году, в нынешнем сезоне, постановление Департамента природных ресурсов вышло позже, чем обычно. То есть это было 19 декабря 2020 года, поэтому в связи с этим работы как-то подзатянулись. Ну, я думаю, что движение уже для грузовых автомобилей возможно, то есть можно их запускать, но в процессе уже будем дорабатывать все недоделки. В централизованном стройзаказчики отметили, что безопасность дорожного движения, съездов и подъемов на зимние автодороги не обеспечена. Жители просят не рисковать и воздержаться от поездок до официального открытия трассы. В Ненецком округе сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также для прибывающих в регион граждан без справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом шла речь на оперативном штабе по коронавирусу. Наталья Дуркина продолжит. В начале заседания оперативного штаба озвучили актуальную информацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Так, на сегодняшний день под наблюдением находятся 30 заболевших, 11 находятся в стационаре, в инфекционном отделении 8 заболевших, в реанимационном отделении находятся 3% в тяжелом состоянии. Все они подключены к аппаратам ИВЛ. Из числа этих пациентов 7 – это жители города Наринмар, 2 – поселок Искатели и 2 – жители сельской местности. По статусу состояния трое находятся в удовлетворительном состоянии, 6 – в средней степени и, как я уже сказала ранее, трое находятся в тяжелом состоянии. У 9 пациентов, которые находятся в стационаре, подтверждена ковидная пневмония. 19 пациентов с ПЦР-подверженным диагнозом получают у нас амбулаторное лечение. Им обеспечены ежедневные врачебные наблюдения, в том числе дистанционные, и они обеспечены лекарственными препаратами в полном объеме. Смертность от новой коронавирусной инфекции на территории округа не зарегистрирована. Также на территории округа продолжается вакцинация. По итогам первого этапа было привито 271 человек. На сегодняшний день прошли вакцинацию 126. Все они имеют сертификаты. На данный момент осталось 300 доз вакцины гам-ковид-вак. Также в течение двух недель ожидается поставка 1000 доз, а в феврале еще 3000. Что касается режима самоизоляции по прилету, то эта мера сохраняется, однако с небольшими послаблениями. Да, мы эту меру сохранили ввиду того, что сейчас стали жители возвращаться. Вот на сегодняшний день у нас 6 новых случаев. То есть это случаи все привезенные. Для того, чтобы нам обезопасить наше население, учитывая нашу отдаленность и невозможность очень быстро выявить в случае чего, то считаю, что мера-то очень действенная. Для того, чтобы нам сохранить наше население и не перегружать систему здравоохранения, эта мера должна быть сохранена. То есть у нас жители, которые приезжают с других территорий, они должны либо предъявить тест отрицательный, что у них они чисто не имеют носительства, либо если они переболели, у них должна быть справка о том, что они переболели, уровень иммуноглублинов достаточно сохраняется. Либо должна быть информация о том, что пациенты привиты. Точнее, не пациенты, а жители. Получить справку о том, что житель региона переболел коронавирусом, можно в поликлинике перед предполагаемой поездкой. Также сотрудники Департамента здравоохранения заверили, что вероятность заново переболеть коронавирусной инфекцией очень низкая. Грубо говоря, по тем исследованиям, которые есть, учитывая, что инфекция новая, так и называется исследование, вот они длятся у нас, начиная с осени прошлого года. По той информации, которая сейчас размещена в официальных источниках, иммунитет от новой коронавирусной инфекции формируется. Но единственное, что по тем исследованиям, которые сейчас доступны, тот иммунитет, который формируется после перенесенного заболевания, несколько короче. Поэтому, и так как это еще процесс изучения, то есть принято решение, что мы вот эти исследования иммуноглублинов делаем каждый месяц, чтобы понять, сколько долго он держится после перенесенного заболевания. Ну вот, по крайней мере, на нашей практике такого, что пациент, переболевший, подтвержденный новой коронавирусной инфекцией, заболел повторно, я еще пока такого не встречала. На сегодняшний день пройти ПЦР-тестирование возможно в лабораториях туберкулезного диспансера, а также в медицинском центре Санавита. Тубиспансер на сегодняшний день получил 100 тестов и имеет в запасе 650. За новогодние праздники специалисты не отмечают резкого повышения спроса на ПЦР-тестирование. Масочный режим пока еще сохраняется. Для того, чтобы нам отказаться от масок, нам нужно создать хороший коллективный иммунитет, который создается либо большим количеством переболевших, либо количеством вакцинированных. Поэтому чем быстрее мы начнем прививаться, тем быстрее мы уйдем от масочного режима. Оценка состояния уровня заболеваемости ковидом в округе отмечается как стабильная. По словам специалистов, тех мер, которые принимаются в округе на данный момент, достаточно для того, чтобы новая коронавирусная инфекция не распространялась такой же скоростью, как в других регионах. В ходе штаба были приняты новые меры для граждан, прибывающих в регион по зимнику. С момента открытия временной дороги на въезд в город развернут стационарный пост контроля, где у всех прибывающих будут проверять наличие справок. Кроме того, оперативным штабом было принято решение продлить самоизоляцию для граждан старшего возраста. Принято решение о том, что необходимо продлить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. То есть те, которые работают, будут выданы больничные листы еще на две недели. То есть это у нас до 25 января продлевается этот режим самоизоляции. И рекомендовано сохранить для сотрудников, которые работают в учреждениях, режим самоизоляции для лиц старшего возраста категории не менее 30%. Что касается школьных учреждений, то, по словам Елены Левиной, в ближайшее время переводить детей на дистанционное обучение не планируется. И теперь об индексации. Величина минимального размера оплаты труда с 1 января выросла на 5,5%, а сумма материнского капитала почти на 18 тысяч рублей. Какие еще изменения вступили в силу с начала года, расскажет Александра Литкова. С 1 января вступили в силу поправки, внесенные в трудовой кодекс. Речь идет о дистанционной занятости. Изменения дополняют существующие правила взаимодействия работодателя и работника. Конкретная продолжительность рабочего времени, временная или постоянная, прописывается непосредственно в трудовом договоре с работником и работодателем. При этом временная занятость может чередоваться периодами, быть определенными. Конкретный порядок определяется в самом трудовом договоре или издается локальный акт работодателя. То есть работодатель должен принять локальный акт о том, каким образом он будет заключать трудовые договоры о дистанционной работе с работниками. Режим труда работник сможет устанавливать по своему усмотрению. При этом время общения с работодателем включается в общее рабочее время, а зарплата остается прежней. Все необходимое оборудование и ресурсы для удаленной работы сотруднику должен предоставить работодатель, а также возместить иные расходы. При этом работник может использовать и свое оборудование для проведения дистанционной работы. Но работодатель должен оплачивать данному работнику компенсацию за приобретенное оборудование, программное обеспечение, а также возмещать расходы, связанные с использованием такого оборудования. Например, оплачивать подтвержденные сотрудникам расходы на интернет и мобильную связь. Величина минимального размера оплаты труда в этом году составит 12 792 рубля. Кроме того, порядок расчета МРОД был изменен, и теперь его считают от средней медианной зарплаты за прошлый год. По сравнению с 2020 годом, минимальный размер оплаты труда увеличивается на 5,5%. И ежегодно он законом будет пересматриваться. В Ненецком автономном округе действует соглашение между администрацией, органами государственной власти Ненецкого округа, объединениями работодателей и профсоюзами. И в соответствии с этим соглашением, минимальная заработная плата в Ненецком округе, она соответствует минимальной заработной плате в Российской Федерации. Страховые пенсии с 1 января проиндексированы на 6,3%. При этом прибавка зависит от размера получаемой выплаты. Индексации подлежат также пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. Средний размер составил по старости для неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года 27 858 рублей. То есть пенсии у нас к выплате подлежат для неработающих пенсионеров. Те граждане, которые работают, получат индексацию только после увольнения. Также с начала года почти на 4% вырос размер материнского капитала. Его сумма составляет чуть больше 480 тысяч рублей. Размер доплаты при рождении второго ребенка составит почти 160 тысяч рублей. Если первый ребенок был рожден до 2020 года, а второй появится в этом году, то для таких семей материнский капитал сразу устанавливается в размере 639 431 рубль. Александр Литкова, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Ненецком округе подходит к завершению убойная кампания. На сегодняшний день план по заготовке мяса выполнен на 88%. Убой завершен в 9 оленеводческих хозяйствах. Еще в 7 оленеводческих хозяйствах региона продолжается заготовка оленины. Это сельхоз, кооперативы «Дружба народов», «Рассвет севера», «Индига», «Канин», два крестьянско-фермерских хозяйства и Ненецкая агропромышленная компания. В СПК «Восход» и двух семейно-родовых общинах поселка Нельминос планируют приступить к убою в ближайшее время. Всего на убой направлено порядка 34 тысяч голов и заготовлено более тысячи тонн мяса. Как правило, убой олени в Ненецком округе завершается в феврале. После хозяйства начинают подготовку к предстоящему отелу, который в тундре традиционно проходит в весенние месяцы. В Нарьинмарском ЭТП ожидают пополнения автопарка. Предприятие объявило электронный аукцион на оказание услуг по финансовой аренде двух пассажирских автобусов. Согласно техническому заданию, низкопольные автобусы должны быть оснащены откидным механическим пандусом. Пассажировместимость не менее 107 человек. Год выпуска 2021 – цвет белый. Покупка обусловлена тем, что требуется замена эксплуатируемого с 2006 года транспорта. Несмотря на то, что старые автобусы находятся в удовлетворительном состоянии, они уступают новым моделям по комфорту и удобству для пассажиров. В частности, плохо приспособлены для перевозки маломобильных групп. Кроме того, новая техника – это экономия на запасных частях и ремонтах, и, конечно, безопасность перевозок. Добавлю, за два года в ЭТП закупили шесть новых машин – четыре большого класса и два среднего. Всего в эксплуатацию предприятия находится 34 автобуса. Осторожно, промойно. Жители поселка Искатели обеспокоены состоянием ледового покрова на печоре в районе очистных сооружений. В начале января там обнаружили открытый участок реки. Все бы ничего, но в этом месте проходит снегоходная трасса. А с крутого берега детишки по выходным катаются на ватрушках. Ольга Русл продолжит тему. Николай Безумов одним из первых увидел опасный участок. Во время пеших прогулок он неоднократно замечал, что сливные воды очистных сооружений растопили лед на реке. Смотрю, снегоходы прямо по этому делу проезжают по дырочке. С местными жителями здесь, которые гуляют, тоже общался, как бы возмущаются. Дети вот здесь катаются с горки. Ну, есть все основания, как говорится, предполагать, что рано или поздно, если не сделают ограждение, то случится ЧП. Над промойной небольшой порог сюда выходят технологические воды с новых очистных сооружений. Специалисты заверяют, вреда окружающей среде нет. А вот образовавшаяся полынья – реальная угроза. Ну, у меня палочка для скандинавской ходьбы где-то примерно с метра. Я вот с этой стороны попробовал замерить, видна не хватило. Вот, хотя, кажется, вроде бы вот тут и берег. Вот. Лед висит, он любое время может свалиться. Вот дорога снегоходная, здесь вот проезжают. Вот обвалился лед, его он целый был. Очистное сооружение в поселке Искатели – зона ответственности предприятия Заполярного района Севержилкомсервис. На них лежит ответственность за безопасность на объекте. Поскольку сами очистные были запущены в прошлом году, летом, мы не могли предположить, что вот так все это получится. Но, тем не менее, когда мы об этом узнали, значит, эксплуатируют очистные сооружения наше предприятие Заполярного района Севержилкомсервис, значит, было выставлено требование руководству предприятия, и они поставили время на заграждение. В адрес предприятия Севержилкомсервис направлено официальное обращение в ближайшее время установить стационарное ограждение вокруг промоины. У нас сегодня направлено требование в наш Жилкомсервис для того, чтобы в ближайшее время они предприняли меры для установки стационарных знаков, осторожно полыня, и оградили вот эту полыню, для того, чтобы люди туда не попали. Пока стационарное ограждение не установлено, необходимо проявлять бдительность, чтобы не угодить в полыню. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В Ненецком округе начался прием документов на сдачу ЕГЭ в 2021 году. Выпускники школы и другие, желающие сдать единый государственный экзамен, могут подать заявление на участие в ЕГЭ до 1 февраля. 11-ти классники будут сдавать экзамен в своих школах. Выпускники прошлых лет и учащиеся среднепрофессиональных образовательных учреждений в Ненецком региональном центре развития образования. Теперь, что касается нововведений. Те выпускники, которые не планируют поступать в ВУЗы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен по русскому и математике. Остальным достаточно будет получить удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. Это позволит им получить аттестат. Также в этом году из-за пандемии отменили необходимость сдачи ЕГЭ базового уровня по математике. Кроме того, поступающие в ВУЗ могут выбрать любое количество предметов для сдачи. Высшие учебные заведения засчитывают их результаты как вступительные экзамены. Выпускники, которые нуждаются в особых условиях организации экзамена, при подаче заявления также должны предъявить копию рекомендации от психолога-медико-педагогической комиссии. Люди с ограниченными возможностями предоставляют справку об инвалидности или ее заверенную копию. В 2021 году сроки сдачи единого государственного экзамена предварительно назначены с 31 мая по 2 июля. Дополнительный этап ориентировочно пройдет в середине июля. Досрочной сдачи ЕГЭ в этом году не будет. Если участник заболел или у него есть другие уважительные причины, которые подтверждены документально, он может изменить выбранные сроки сдачи экзамена. Продолжение следует... Прокуратура – это самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти. Лучших представителей прокурорского корпуса всегда отличали высокая компетентность, верность служебному долгу и личная порядочность. Нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережно хранит и приумножает профессиональные традиции. От них зависит эффективность борьбы с преступностью и единство российской государственности. Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Ненинского автономного округа, от всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации. Прошедший год был непростой. В поле зрения прокуроров оставались вопросы защиты прав граждан, интересов предпринимателей, соблюдения федерального законодательства при реализации национальных и региональных проектов на противодействие коррупции и борьбы с преступностью. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...